ребята всем привет небольшой обзор моих часиков вот эти часики у меня которые я ношу и начну я пожалуй самых первых оригинальных сохранившиеся у меня часики casio 90-х годов купленных надо на в днх в таком состоянии отличном очень легкие тонкие замечательные часики кварц тогда все мечтали кварц чтобы не заводить и т.д. тогда я еще совсем ничего не понимал в часиках и после электроники 52 53 это было очень красивое чудо вот такие вот часики хорошие часики точность хода качество исполнения но кварц дальше восстановленные часы секунда эти подобные часики мне подарили когда я пошел в первый класс живя еще в советском союзе вот такие замечательные часики и я решил их восстановить и самое сложное в этом восстановлении оказалось даже не попытка найти корпус стекло и так далее самое сложное оказалось это подобрать браслет к этим часам и как ни странно идеальный браслет идеальным браслетом оказался браслет оригинальных часов полет вот такой вот супер тонкий супер легкий такие вот симпатичные часики стоимость восстановления этих часиков включая браслет составила примерно две с половиной тысячи рублей включая покупку тела ну подобные механизмы самые дешевые соответственно их можно найти от 100 рублей и дальше восстанавливай как хочешь а хочешь не восстанавливай в общем такие вот классные симпатич симпатичные часики дальше это единственные современные часы которые я купил за деньги это белорусские часы техночас чм-01 что-то мне так вспомнились электроника 52 53 которые были у меня в школьные годы и я захотел электронные часы в прошлом они назывались электроника вот такие часики очень красивые очень точные так дальше пожалуй самые дорогие восстановление часы часы слава автомат здесь новый корпус новое стекло новый циферблат восстановление этих часов оценивается примерно в 4000 рублей включая браслет это затраты изначально они были вот в таком корпусе вот в таком состоянии куплены были за 300 рублей они были неисправны и неисправность оказалась них довольно таки простая вот видно стекло пробитое после пробития стекла загнули стрелки они застопили ход и их просто решили выбросить ну вот такие вот часики получились здесь я также красил стрелки секундную стрелку минутную и часовую изначально они были пустые лак отпал и на минутную и часовую стрелку я нанес синий цвет на секундную красный секундную стрелку пришлось укоротить так как она не помещается в этот циферблат вот такие вот часики дальше увидел в объявлении тело которое изначально выглядело вот так вот купил я их за 200 рублей вот с таким вот непонятным циферблатом вот такой ушатанный корпус восток командирские изначально вот вот так вот они выглядели довольно таки страшные ну 200 рублей купил и вот что из этого получилось купил я новый корпус новое стекло новый браслет новый циферблат новые стрелки восстановление этих часов стоило включая тело корпус и циферблат ориентировочно три с половиной тысячи но вот такие вот симпатяшки получились теперь самые мои любимые зачетные восток автомат рисунок геляше изначально изначально они были выглядели вот так очень грустно это еще вообще сложно представить какие они грустные были купил за 300 рублей общая сумма восстановления этих часиков составила порядка четырех тысяч рублей включая браслеты тело вот такой автомат никогда бы не подумал что мне понравится восток но но пожалуй это самые мои любимые часы и я не совсем понимаю людей покупающих китайские и якобы швейцарские часы особенно кварц вот автомат это ребята это автомат восток шикарные часики сейчас в таком цвете их не выпускают сейчас мода на сатинированную сталь вот вот я да вот такие вот красивые часы получились дальше юношеские часы восток мне их подарили когда узнали что я немножечко занимаюсь ремонтом изначально они были неисправны у них была лопнувшая пружина в хлам и сцарапанное стекло было просто вот сплошная паутинка и не видно было даже вот циферблата я значит снял часть стекла наждачкой полирнул вот такое супер прозрачное стекло получилось от мыло чистил пружинный блок пришлось немножечко доработать так как у меня таких запчастей нет и покупать их нет смысла новый корпус такой стоит 700 рублей но восстанавливать их полностью я так и не решился пока вложил в сторону еще один долгострой без корпуса часы полет также были куплены в районе 300 рублей промыты обслужены настроены но стоимость восстановление этих часиков тоже где-то порядка 4000 рублей и после того как я познакомился с востоком автомат мне уже простые механизмы не совсем интересны и их надо каждый день подводить если ты забыл выставлять с автоматом ты просто берешь их носишь и и все здесь я восстановил стрелочки отмыл циферблат полирнул корпус подготовил к хромированию вот такой мне небольшой долгострой и это не восстановленные часы победа которые в объявлениях пытаются выдать за уникальные за антиквар пытаются попросить огромных денег но к сожалению это это днище то есть те часы которые восстанавливать ну вообще не интересно вот они исправны и не их упрашивая хоть за 100 рублей забрать продали купил лежат ждут своего часа но пока вот я не придумал что с ними делать и эти часики я нашел на раскопках бывший войсковой части сороковых пятидесятых годов выкопал их они были потеряны полностью целиком с ремешком долго лежали мне в пакетике грязные решил я их отмыть попытаться стронуть и о чудо они пошли но оказалось у них там одна шестеренка неисправно и восстановление часов также не не совсем интересно ну так побаловаться покрутил эти часики я тоже получил навес они неисправны золотой корпус ну интересно было поработать золотом попытаться не фокусируется на золоте попытаться восстановить вот так вот интересно было дальше эти часики у меня участвовали видео как донор это у меня слава из нее запчасти баланса ушли вот сюда ждут своего часа точные настройки и чистки полной разборки полировки стекла ну приведение в более-менее божеский вид как они умерли вот здесь вот есть повреждение стекла которые еле-еле вставил пришлось немножечко подтачивать их уронили загнули баланс ну и после этого их отправили на полку такие часики их я восстанавливать не буду полностью просто доведу до рабочего состояния и на этом все так славик изначально у славика его мне подарили дпс ники за определенный вид работ они были сломаны уронены загнут был баланс и выпрямил через какое-то время заблокировалась кнопка пришлось разбирать снимать стрелки их конечно как мы поставил ровно восстановил вот но как видно не совсем точно установлены как мог сделать домашних условиях такая слава но я еще еще в процессе и занимаюсь жду полировки стекла крышки вот такой вот небольшой обзорчик получился всем спасибо всем пока